А в Челябинске сегодня продолжает работу съезд лидеров опоры России. Второй день посвятили развитию бизнеса в туристической сфере и защите предпринимателей. Показали участникам форума и самый первый на Южном Урале индустриальный парк Станкомаш. Это пример сотрудничества крупного и малого бизнеса. Подробности у Ирины Гончаренко. Винты для арктических судов, массивные нефтяные насосы и стальные конструкции для строительства. Масштабы производств на индустриальной площадке Станкомаш поражают, признается бизнесмен из Ставрополя Илья Пестерников. Он владелец фирмы по обеспечению безопасности. Массивное производство, все отлажено чистенько, ни пылинки, ни соринки. Это очень удивляет именно в металлургическом производстве, говорит о технологии. Предпринимателям со всей страны рассказывают, еще несколько лет назад эти площадки были заброшены, а сам завод Станкомаш проходил процедуру банкротства. Теперь здесь началась новая жизнь и Конор реализует масштабные проекты, привлекая малый и средний бизнес. Яркий тому пример строительство высокотехнологичного завода «Русские электрические двигатели». В нем участвуют около тысячи человек и порядка 25 фирм-подрядчиков. Есть и другие проекты. Поставка металлоконструкции на строительство стадионов в Волгограде, в Нижнем Новгороде. Поставка металлоконструкции для строительства высотных зданий в городе Санкт-Петербург. Это лахтный центр, строящийся в данный момент. Кооперация крупного, среднего и малого бизнеса позволяет эффективно и оперативно выполнять заказы. Но сотрудничает Конор только с надежными предпринимателями. Мы будем помогать и рассматривать такие предложения малого и среднего бизнеса, если это технологично, если в процессе этого производства не гробится здоровье людей. Такой опыт взаимодействия опора России признает полезным. «Здесь находятся уникальные производства не только для России, а вообще для мироломышностроения. Это нефтяные насосы, электродвигатели, металлоконструкции и много еще чего». Отмечу, что индустриальный парк Станкома становится площадкой для международных проектов. Так, в прошлом году здесь прошел российско-казахстанский форум с участием президентов двух стран. Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. Ирина Гончаренко, Павел Головин, ОТВ.